салют всем подписчикам вбх с вами снова джеки и сегодня шо у нас сегодня это сушена за вторник сегодня вторник да и это означает что выходит свежее видео по поводу свежего выпуска манды найт ром или просто raw лирой звор как короче как короче вам угодно ну не рой звор конечно рой звор у меня сейчас на ввх идет ладно погнали хватит тут трендить просто так давайте по трендим не просто так 1 row после extreme rules после довольно спорного pay-per-view мнение о котором есть на канале можете посмотреть если не видели итак началось все сейчас будут картинки с первого тройника ну и во время этих картинок я буду рассказывать что было короче брок лес на дне появился появился пол хэйман в итоге леснар будет защищать свое чемпионство вселенной пояса которым я уже сто тысяч раз забыл и вообще уже я не помню как он выглядит так давно его не было он будет защищать свой пояс на саммор слайме а оппонента его ему точнее будут выбирать на протяжении двух ро вот на этом было два тройника победители которого отправляется на следующую неделю наро и победитель со следующей недели получает возможность побороться за титул и надеюсь отобрать его к чертям собачьим у брока лесснера на саммор слэме первый тройник мне понравился больше вот этот самый это дю макентайр это роман рейнс и финн балор отличный матч мне он очень понравился он был достаточно длинный и очень насыщенный финн балор какой-то момент очень хорошо зажег да все в целом себя очень хорошо показали нет найти знаете такое ощущение что это было да было извинение за extreme rules который получился ну таки достаточно спорным и мне кажется этот матч был лучше чем все матчи которые прошли на extreme rules так получается что еженедельники как минимум не менее важны чем pay-per-view исходя из той ситуации которую мы сейчас имеем похоже что это действительно так ко всеобщей радости победу в этом матче одержал конечно же роман рейнс вот он отправляется в финал на следующую неделю а матч получился крутой и в целом я даже был рад получить наконец крутой матч потому что крутой матч и вообще ждал видеть на extreme rules и ну по большому счету прямо на все сто процентов я не был удовлетворен ни одним матчем которые прошел на extreme rules ну ладно давайте уже оставим это позади погнали дальше что еще интересного было пока дрю макентайр занимался возможным выходом в мейн-эвент так сказать сну в мейн-эвент следующего выпуска и в мейн-эвент summer slam имеется ввиду пока пока он этим занимался вышел дольф зиглер и прочитал ну неплохое уверенная промо в своем стиле о том что он крутой о том что он самый лучший интерконтинентальный чемпион и все такое его прервал бобби руд который захотел с ним побороться и собственно говоря был матч не за титул матч мне понравился в нем было достаточно много захватов и болевых однако я считаю что бобби руд и дольф зиглер очень хорошо подходят друг другу мне очень нравится как селит дольф зиглер этим он конечно славится и мне очень нравится исполнение приемов бобби руда и вот это все объединилось в одно в нашем конкретном случае даже может быть не самый насыщенный матч в итоге смотрелся хорошо из-за того что он достаточно так ну чисто смотрелся то есть прям никакой исполнительской грязи я не заметил даже вот как-то вроде бы скучные моменты удавалось им делать достаточно приятно для моего глаза зиглер победил надеюсь это не последний матч дольфа и бобби буду ждать еще фьюд саши бэнкс и бейли это это полный капец мне на этот раз напомнило наверное многие смотрели серию south park про прорестлинг как раз когда они выходили там и зачитывали такие промо что родные ки типа с деревне там приходили просто сидели и с открытым ртом смотрели на все это вот это примерно так же между саша и бейли только всем насрать а вот там то хотя бы всем интересно было в south park я здесь это настолько пережеванная жвачка это уже не один и не два раза и оживали а уже 350 тысяч раз ее сдирали с этой вот с нижней части стола если вы понимаете о чем я в перерыве между сном я вроде как услышал что курт энгл сказал что если они не помирятся типа то одна из них отправится на смэкдаун пожалуйста не миритесь я вас прошу пускай кто-нибудь из вас отправится на смэкдаун умоляю ну и последнее хочу хочу выделить это мэйн ивент 2 тройник бобби лэшли сет роллинз и и лайз принимали участие в этом матче до этого прошло два или три матча авторы боли кого-то победили там моджо роли чё за продолжает джобберов побеждать счета джоббер продолжает джобберов побеждать все какие-то матчи были бельмун было дралась там но все это знаете все это как искусственное занижение результаты нет не результатов ожиданий или как-то так ну короче мне не особо интересно было на все это смотреть потому что сами матчи не вызывали особого интереса и уже хотелось побыстрее видеть мэйн ивент я могу сказать что второй тройник вот этот мэйн ивент он понравился мне меньше чем первый первый как-то прям вообще очень хорошо зашел а этот ну с переменным успехом но все равно было неплохо роллинз опять же зажег не по-детски роллинз хорош как всегда но победу одержал бобби лэшли бобби лэшли как говорится вот и бобби лэшли против романа рейнса еще раз спустя две недели мы увидим матч на ром на следующем ро и узнаем кто будет драться с броком с броком лестером очень хочу чтобы это не оказался рейнс иначе это делает во первых победу бобби лэшли на экстребрус абсолютно бесполезной и ненужной во вторых ну не хочется еще рассмотреть на матч рейнса и лестера хочется чего-нибудь другого хочется разнообразие какого поэтому конечно буду желать победу именно лэшли тем более что ну не зря же его именно поставили в мэйн ивент как бы на этом на и бобби все и закончилось он позировал вышел вышло из эфира хотя это конечно особо ничего не значит ну опять же ладно вот какие-то надежды вот такие вот дела вот все что интересно было в этом рог принципе мне это рог понравилось неплохие были промо хорошие матчи три матча мне понравилось причем первый очень даже понравился это неплохой результат для еженедельника хотя уже может быть не стоит делать поблажки еженедельника по и перевью потому что вот реально такое ощущение что они уже на равных находятся я даже не знаю хорошо ли это или плохо ладно друзья на этом все пишите свое мнение по поводу ром в комментариях ставьте лайк подписывайтесь на канал было бы очень круто если бы вы подписались если вдруг не подписаны ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующее видео и оставайтесь с world wrestling history завтра будет видео по поводу свежего смэкдауна на этом у меня все всем пока до скорых встреч и еще услышимся